Андрей, как вы думаете, Россия готовит замену Лукашенко? Думаю, что нет пока. Думаю, что на данный момент Лукашенко это человек, который максимально удобен для России по всем направлениям. То есть он сдался. Он сдался. Это человек, который принял окончательно условия игры Путина. Для этого понадобилось много встреч, я думаю, он много торговался. Он сильно себе выторговывал, оттягивал. Возможно, он выторговал, что после него, как после Кадырова-старшего, будет Кадыров-младше. Так и после Лукашенко-старшего будет Лукашенко-младше. Вполне возможно. Вполне возможно. Но то, что он на сегодняшний день лучший вариант для Путина, это вопросов нет. То есть никто из белорусской оппозиции, как бы там ни орали эти пророссийскость, ну никто бы из белорусской оппозиции, новый, старый, не был бы таким удобным для Путина. Ни Бабарико, ни Циткало, вы можете послушать сейчас, что говорит Циткало. Ни никто. Потому что был бы эффект Зеленского. Зеленский тоже, если вы помните, в своих интервью до президентства был настроен очень, ну почти пророссийский, я бы сказал. Ну, во всяком случае, на контакты с Россией, на переговоры с Россией, на дружбу с Россией, да мы там, что нам делить, да мы там чуть ли не одна, да, дружная коммуналка, бла-бла-бла. Вот это все было в риторике Зеленского. Можно послушать интервью там 18-го, 17-го, 19-го года. А что нам, как бы, воевать, нам надо сотрудничать. Все это было. Но он поменялся, как только вступил в должность и понял реальную ситуацию. И поверьте мне, ровно то же самое было бы с любым, вот кто пришел бы власть вместо Лукашенко. Любой бы понял, что страну надо спасать и что иначе его просто выбросят на помойку. И он бы бился, и Бабарико бы бился, и, не знаю, кто там, и Тихановская бы билась, и Тихановская и сейчас бьется. И это невозможно не замечать. Повторяю, она как Зеленский вначале пыталась, как бы, услышать, если на той стороне хоть что-то разумное намекало. Разум у вас есть? Вот. Нет. На той стороне нету. Поэтому она сейчас прибегает к совершенно другой риторике, а Сахачик занимается фактически построением альтернативной системы обороны. Поэтому, вот что сказать, Лукашенко сейчас это самый удобный, самый доверенный, самый близкий Лукашенко человек. И, конечно, меня настолько удивляет, что Зенон Станиславович Поздняк, подтрымливая Лукашенко в этом пытании, я удивляюсь. Просто честно скажу. Да, посмотрел я, друзья, интервью Дудя. И даже сделал опрос на эту тему у нас на канале. А сейчас я найду этот опрос. В чем заключается главный вопрос? Да, понятно, что Дудь умнейший человек. Действительно, блестящий интервьюер. И вопрос состоит, выбор кого вообще интервьюировать. То есть, нужно ли давать слово откровенной Вате. Причем Вате такой, ну, не сказать, что интеллектуальный. Оскар Кучера, это такой средненький артист, телеведущий. Ну, очевидно, что очень тупой человек. Без такой, это вот просто объективно. Даже иногда, когда человек думает правильно, он может быть тупым. Да, или неправильно он думает, он может тупым. Тупость, она как-то не связана даже с мировоззрением напрямую. То есть, может быть, человек глуповатый, но иметь очень хорошие ценности. И делать добро, и не красть, и не подличать. Ну, просто быть тупым. Бывает такое. А бывает, что еще, к сожалению, такое сочетание и тупой, и злобный, и подлый и так далее. Всякое бывает. Ну, вот есть разные люди тупые. Ну, вот вирус тупой, да, понимаете? Ну, это там три минуты достаточно послушать. И так, когда он правильные вещи говорит, ну, тупой. Ну, ничего не поделось. Там IQ, не знаю, доходит ли до 50. Ну, вот, но там и есть люди умные, но тоже со своими проблемами. Кто-то правильно имеет мировоззрение, нормальное, человечное. Бывает человек очень умный, хитрый, продуманный, но при этом имеет чудовищное мировоззрение. Там какой-нибудь фашист, нацик и так далее. Всякое может быть. Ну, вот вопрос, нужно ли брать интервью у людей, которые имеют вот это ватнее мировоззрение, с одной стороны, да, то есть откровенные такие мракобесы, и при этом, ну, как бы, да еще и не очень умные. При том, что ведущий действительно достаточно умный человек. Я провел такой вот опрос. Сейчас покажу вам. Так. Вот. Вот как вы ответили. Опрос, стоит ли брать интервьюером типа Дудя интервью у ватников вроде Кучеры. И вот смотрите, 49% считают, что да, надо давать все мнения, люди сами решат, как относиться. И, в принципе, люди решили. 28% считают, да, только с целью постебаться над их дурью вы смеете опустить. Ну, то есть такое интервью в стиле, да, жесткого опускания. И 22%, то есть гораздо меньше, считают, что нет, зачем давать слово отмороженным и пропаганде. То есть не надо брать интервью у пропагандистов и вот таких там типа Кучеры, типа Шоловьева, типа этой Мизулиной какой-нибудь и прочих там, ну, вот городских сумасшедших. Вот такой вопрос. В принципе, что меня порадовало в этом всем, что люди действительно посмотрели это интервью и действительно сделали свой вывод. Вывод о том, что этот Кучера тупой, что он, его мозг изгажен пропагандой, то он абсолютно непоследователен в своем интервью, абсолютно непоследователен. То есть он там мочит Америку целый, там и так и сяк, а потом говорит, ну, конечно, я же делал гражданство своей дочери американское. Ну, как? Ну, ты ж только что поливал грязью всю эту Америку, вот, что там и заставляют пол менять и еще что-то. Ну, просто вот эту всю дичь. И теперь оказывается, что ты сделал своей дочери американское гражданство. И любой бы сделал, то есть любой бы россиянин сделал своей дочери американской, своим детям американское гражданство. Как это вообще? Ты сразу просто уничтожил всю свою аргументацию. Ну, тупой. Ну, вот. И где-то вот он какой-то еще... Ага, вот. Кто Путин сошел с ума? И нет, ну, мне хочется понять просто. То есть если мы с этой точки зрения разговариваем, тогда мне вообще тебя переубедить будет невозможно. Ну, то есть даже аргументированно, я так скажу. То есть ты считаешь, что мы имеем дело с сумасшедшим человеком? Ты считаешь, что Владимир Путин хочет просто забрать себе территорию всей Украины, или там до Днепра, или до Киева, или не знаю, вот эту вот Днепр, Херсонскую область, Запорожскую область, Днепр, Донбасс и Луганскую область. Просто забрать для того, чтобы у нас своих-то проблем нету, нам еще кормить надо. Правильно? Или там великие несметные богатства, без которых мы прожить не можем. Ну, просто объясни мне, пожалуйста. Мне кажется, Владимир Путин ответил на этот вопрос, когда он наступал и сказал, что у нас наконец-то Азовское море стало нашим. Еще Петр Первый об этом мечтал. Ну, чего ж там, грех вот так, грех вот так, Азовское море стало внутренним морем Российской Федерации. Это серьезная вещь. Это надо обустраивать. Петр Первый еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю. То есть ты считаешь, что Владимиру Путину нужно Азовское море? Я ответил на этот вопрос, я процитировал его. Нет, ну хорошо, это в контексте того, что вот сейчас Азовское море. Ну он тупой, он просто вот реальный тупарь. Море стало нашим. Окей. Ты спросил, Путин хочет завоевать Украину, а я тебе говорю, он 30 сентября присоединил территории, и теперь в учебниках географии, истории, твои дети, дети других граждан России будут это изучать. А во-вторых, он сам сказал, что Азовское море теперь наше, и еще Петр Первый об этом мечтал. Я не буду тебе отвечать, что я думаю. Он тупой, он не может даже это объять головой. Я тебе просто факты привожу, и они, мне кажется, гораздо выразительнее любых моих мыслей. Просто с фактами не поспорить. Безусловно, да. Но я, наверное, просто тогда как человек, надеюсь, разумный, не могу в это поверить просто. Могу поверить. Ну потому что это какая-то несуразица. Несуразица какая-то, не складываются кубики, да? Какой ужас. Но несуразица, я тебе скажу, во всей этой истории, да? Все. Потому что, я еще раз повторю. А мы, Россия, победили когда что? Когда что? Ну точно, ну вируса научился говорить. Я же поддержи. Ну понятно. Вот. Поэтому вот что я думаю про это интервью. Ну, как бы, Кучера выставил сам себя дебилом. И, в принципе, другого никто и не ждал. И в этом была задача, видимо, Дудя, которая блестяще была реализована. Мне жаль тех людей, которые смотрели это целиком. Я, естественно, не могу себе позволить. И вот сейчас уже надо бежать делать какие-то такие длинные вещи. Тем не менее. Тем не менее. Ну, почему бы не время от времени выяснять, насколько глубоко засела в людях эта чудовищная пропаганда. Даже в людях, которые так претендуют на нормальность. И претендуют на то, что пытаются реально, доброжелательно общаться. И как бы воспринимать информацию. То есть, не сказать, что Кучера там же был агрессивен и что-то там доказывал, убивал. Он пытался. Ну, вот его интеллектуальное развитие ему не позволяло. И его актерская хитрожопость. Ему просто не позволили так или иначе это в итоге как бы объять. Вот. Но пусть посмотрят. Пусть посмотрят миллионы людей и на это. Ничего страшного.